Ведущую конференцию по компьютерному зрению. Или не на очереди. Рассказывает Виктор Липицкий из университета Оксфода. Спасибо, Антон. Я предполагаю, что все, кто в такой атмосфере досидели до последней лекции, в накаленной обстановке, наверное, правда хотят написать статью на хорошую конференцию. И постараюсь рассказать все, что я про это знаю. Сразу хочу сказать, что в сети есть замечательная лекция Саймона Пейтона Джонса на эту тему. И кто смотрел, в общем, знает, как это. Он здорово это рассказывает. И почти со всем, что он там говорит, почти со всем я совершенно согласен. Очень вам я говорю, что рекомендую. В некотором смысле сегодня я буду рассказывать что-то, что в некотором смысле комплиментарно к этой лекции, и что специфично для комьюнити по компьютерному зрению. Все, что я буду говорить, я иногда буду использовать очень категоричные выражения, но на самом деле написание статьи – это такой процесс очень творческий. И для каждого железного правила, которое я буду упоминать, найдется несколько исключений, прекрасных статей. Поэтому, значит, надо относиться ко всему с долей скептицизма. Но при этом я хочу сказать, что написание прекрасных, лучших статей – это искусство, но написание хороших статей – это некоторое ремесло, которое я твердо верю, можно овладеть с помощью чтения, с помощью практики и с помощью некоторых таких простых, нескольких простых правил, которые я сегодня постараюсь упомянуть. Значит, хочу начать с того, зачем писать статью. Я думаю, Антон уже довольно убедительно об этом рассказал, но я немножко повторюсь. Значит, написание статьи – это священный долг, почетный долг исследователя. Это часть работы. То есть мы сидим на день генологопатического, что-то там исследуем, и дальше наша цель – чтобы наши исследования были максимально эффективны. Для того, чтобы они были максимально эффективны, надо, чтобы кто-то другой узнал об их результатах, и, может быть, не будет какие-то идеи, как это развить. То есть наша цель – это довести, что мы узнали, что мы выяснили, как позитивные результаты, так и негативные результаты, до максимального количества исследователей. И для этого нужны публикации. Соответственно, значит, наука, ну или просто исследование, если говорить так громко, это, значит, процесс получения и распространения новых знаний. При этом, значит, хотя это долг, но я, то есть для меня, по крайней мере, написание статьи, которая мне нравится – это самое большое удовольствие по всей моей работе. То есть момент, когда начинает работать программа, согласно какой-то идее, и получается первый результат – это первый момент, когда, значит, ты испытываешь какой-то кайф, и второй момент, когда ты испытываешь кайф – это когда все, что ты узнал за последние несколько месяцев, ложится на бумагу, на экран и, значит, обретает форму. И в процессе, как бы, написания всегда идея кристаллизуется и как-то обрастает новыми деталями, и ты что-то новое всегда понимаешь. Просто за счет того, что ты пытаешься формулировать свою мысль, свою идею и положить ее в source-латель. И, может быть, даже еще более главная вещь – это то, что момент, когда ты пишешь статью, это самое плодотворное время. То есть всегда новые идеи, иногда даже не напрямую связанность с текущей идеей, приходят в голову именно, когда ты пишешь статью про свою, значит, предыдущую работу. Второй вопрос – значит, про что писать статью? Общее правило, что статью надо писать про одну новую идею. Замечание. Хорошо работающая система, на которой вы работали последние несколько месяцев, обычно не соответствует одной новой идее. Обычно идеи несколько, и они разной степени новизны. Поэтому, если у вас есть хорошо работающая система, то стоит для вас следующее. Надо выбрать в ней наиболее интересную идею, наиболее новую, наиболее интересную, написать статью про нее. А если у вас, правда, очень классная система, то поучаствуйте в Pascal EOS Challenge. Это очень здорово. Полезно для кармин. Ну, улучшенный детектор интересных точек – это вполне себе повод для статьи. Если это улучшение, то является чем-то новым. С чего начать? Я думаю, лучший способ, с чего начать, это рассказать вашу идею вашим коллегам. Как можно большему числу. Почему это хорошая идея? Ну, в общем, плюсы довольно очевидны. Первое, значит, это проверка на реальность. Наверняка у вас в лоратории, может быть, даже есть какой-нибудь жуткий скептик, который все идеи рубит и говорит, не, это не будет работать. В общем, интересно послушать, что он скажет. Для меня еще, на самом деле, поскольку таким скептиком в образовании, где я работал, был я, мне, наоборот, было интересно рассказать человеку, который очень, значит, удушевленный, который всегда очень позитивно настроен, и мне как бы заряжали энергией на то, что он будет дальше двинется на написание работы. А второе, значит, люди, которые вокруг вас, возможно, знают что-то, прям сразу знают что-то, что не знаете вы. То есть они слышали о каком-то подходе, читали недавно статью, которая соответствует вашей идее, и они вам это сразу же скажут. Третье, тоже, пожалуй, самое важное. Излагая ваши идеи вашим коллегам несколько раз, вы нащупываете наилучший способ предложения этой идеи статьи. Возвращаясь к тому, про что писать статью, значит, мы пишем статью про одну новую идею. Как мы знаем, что она новая? Это очень нетривиальный вопрос, и особенно учитывая огромный поток количества публикаций. На 100% убедиться, что вы придумали новое, невозможно. Но вы должны сделать как бы максимально, прожить максимум усилий, пока не поздно, убедиться, что... проверить все, что можно в течение нескольких, по крайней мере, подвратив на это, по крайней мере, несколько часов. Алгоритм, который для этого можно использовать, выглядит так. Вы, значит, наверное, изначально подозреваете, вы знаете несколько статей, которые к вашей статье имеют какое-то отношение. Скажем, может быть, какие-то там ключевые статьи, в вашей области. Или, может быть, какие-то более специфичные ваши идеи. Дальше мы идем, берем, погружаем, значит, этот список статей в стек. Дальше используем, значит, Брэд Филос Сорич и поделиваться цитированием. Берем, берем каждую статью, просматриваем статьи, которые в ней процитированы. Дальше просматриваем все статьи, которые цитилят ее. Это делается с помощью скайп-сайта сковора google.com. И, значит, все, что мы нашли, все, что, значит, по заглавию и по абстракту, мы видим, может быть, содержать что-то похожее на эту идею, мы погружаем в стек и продолжаем процесс. Ну, про стек, это, конечно, не так, как-то поушутливо говорю, то есть все это делается не автоматизировано, все это делается вручную, но идея в том, чтобы прошерстить это дерево цитирования на несколько, на какое-то расстояние в обе стороны. И тогда в этом очень часто получается, что вы натыкаетесь на какую-то статью, которая делает что-то, то, что вы придумали, что-то очень похожее. И, соответственно, конечно, облом, но ранний облом гораздо позже, чем когда вы находите эту статью за неделю, написал в плане статьи, сделал кучу экспериментов. Ну, это правда, но лучше как бы, то есть она делать не совсем то же самое, то есть спокойнее, когда ты взял статью и буквально проследил все цитирования этой статьи, убедился, что по названию, по абстракту видно, что они этой идеи не содержат. Вот, есть еще второй алгоритм, такой brute force алгоритм, тоже очень важный. Значит, вы берете ваши идеи, думаете, какие к ним могут быть ключевые слова, дальше идете в список названий статей последних крупных конференций к комитетному зрению и, значит, просто делаете counter-ref на эти слова и дальше по названиям быстро смотрите, могут они содержать вашу идею или нет. И, возможно, на полученном списке можно запустить алгоритм. Наконец, значит, вопрос, куда писать статью. Значит, исходя из того, что мы хотим донести идею до максимального количества людей, надо писать статью в, ну, компьютером, извиняюсь, статью в топовой конференции. Это как бы наибольший эффект. И при нынешнем потоке, я знаю, что люди в лабораториях, по сути, проглядывают только, ну, кажется, всех людей не поручусь, но это вот эти четыре конференции, то, что люди смотрят, то, что люди проглядывают, после того, как эти конференции совершились или куда люди, собственно, едут. Соответственно, именно на них и надо ориентироваться. Значит, IC7 и IC7 чередуются через год, поэтому получается, значит, три статьи в год, три дедлайна. Соответственно, выбираете ближайший, ну, или если вы уже готовы к ближайшему, значит, через и на него ориентируйтесь. Не знаю, может быть, это как-то. Спасибо, рядом, Мангу, но мне надо, например, работать какого-то дедлайна гораздо проще, чем, скажем, долгом написать статью в журнал. Есть какой-то четкий дедлайн. Это как-то очень дисциплинированно. Значит, есть, конечно, другие, другие возможности, и, значит, эти все эти конференции, скажем, бельбиседа, самые сильные из региональных конференций. Дальше, Микай имеет статьи по медицинским изображениям, очень сильные. C-Graph, Eurographics, это, значит, статьи по графике, если у вас статья связана с графикой, значит, это, конечно, значит, наилучшая конференция. Сигир, ICMR, это, значит, мультимедиа ретривил поиск большим архивом, и вам СИПР, это, значит, оптимизация в компьютерном зрении, и ICMR, это только конференция по машинным обучению. И есть еще, конечно, журналы, но, в принципе, журналы, как бы, это очень хорошо для вашей карьеры. Многие университеты там это очень смотрят. ВАГ официально, значит, конференции наверху за издание не считает, поэтому диссертацию вам придется, значит, публиковаться в Вестнике того-то там или в одном из этих журналов. Но, то есть, журналы очень хорошо, но лучший способ, на самом деле, это публиковать сначала статью в конференции, а потом расширенная версия публиковать в одном из хороших журналов, например, в МАМИ или в IGCV. Так ваша статья получит наибольшее внимание. Я хочу, значит, рассказать вкратце, как устроен процесс рецензирования на топовых конференциях. Значит, каждая статья попадает к трем рецензентам. Рецензенты не знают, от кого статья. И это действительно, там, 90% случаев ты никак не подозреваешь. Есть какие-то нагадки, но уверен, ты быть не можешь. То есть, и, соответственно, вы, пока получали ревью, вы не будете никогда не узнать, кто были ваши рецензенты. Я никогда не узнавал. Ну, и не пытался, собственно. Это уже бессмысленно. И, соответственно, конечно, эта система имеет кучу минусов. Например, она порождает некоторую безответственность со стороны ревьюеров. Но, в общем, плюсы, я считаю, перевешивают. И, в общем, это не трансмысленно наихудшая система, не считая всех остальных. Потом, значит, получив ревью, ревью присылается вам, вы пишете отзыв на эти ревью. Дальше идет некоторое обсуждение онлайн-междо рецензентами. Если у них большое разногласие в оценке, значит, они пишут ревью независимо, а потом они видят, кто что на ревью. И дальше, значит, их, если они очень сильно разнятся, их призывают как бы обсудить и понять, хорошая это статья или плохая. И дальше все это, материал, все три ревью, их обсуждение попадает, значит, попадает на сборище, значит, людей, организующих конференцию, RHS, и они уже решают, принять статью или нет. В некотором смысле их слово финальное. Я знаю результаты, когда статья, случай, когда статья, получившая великолепное ревью отклонялась, потому что RHS посчитали, что на самом деле рецензент плохи, иначе они ничего не понимают. И, значит, скажем, моя первая статья, которая послана на ECC, получила довольно плохие ревью, но была принята, значит, RHS решили, что примерно то же самое. В результате принимается где-то четверть, от четверти до третьей. Скорее четверть. Значит, в основном на постере на 3-5% становится, значит, устными докладами, и на НИПСЕ еще 5% укороченные устные доклады. Устные доклады это очень хорошо, значит, что статья получает еще больше внимания. Во всем этом очень большой элемент случайности. Это надо иметь в виду. Не расстраиваться. Если что, что подавать дальше. Хочу просто, значит, поскольку, значит, первая цель в Бутек-Читателе, значит, пройти рецензентов, хочу просто дать понять, как это все выглядит глазами рецензентов. Значит, сейчас, значит, тема комитета зрения все более и более популярна, и количество статей увеличивается очень быстро. В принципе, нагрузка по ревьированию, прецензирование очень большая. Сейчас можно высылать до 12 статей на человека. Это, на самом деле, лошадиная доза. На каждый ревью нужно несколько часов работы. И, соответственно, это не самый приятный труд. Не самый приятный труд. Какое, значит, какое у вашего рецензента про вашу статью? Что он знает еще не, как бы еще не на него не взглянул, да? Он знает, что 75% статей будет отклонено. Он также знает, что большинство плодных статей написано откровенно плохо. Он знает, что большинство плодных статей не содержит стоящие идеи. Ну, к сожалению, так она жизнестроена. В некотором смысле это для вас это хорошо, потому что, если ваша статья написана хорошо и содержит стоящую идею, она не очень большие шансы быть принятым. То есть, число 25% оно может быть кажется устрашающим, но на самом деле бояться не надо, потому что конкурс не так велико, как он звучит. Соответственно, имея такое правило, нужно обязательно разобедить рецензента с самого начала, что, значит, ваша статья это проект распространяется, распространяется, что это Поэтому, значит, особенная важность в вашем статье является то, что ваш рецензент увидит в первую очередь абстракт, тизер, мы говорим, что это так, картинка на первой страничке или на второй страничке, которая обязательно надо иметь, и вводная часть, как она написана. Вот. Типичный план статьи устроен следующим образом, значит, есть введение, дальше, ну, если понятно, сначала идет, значит, абстракт, аннотация, введение, дальше есть related work, технические, значит, секции, где издаляется какое-то, ну, самая идея, само мясо, как говорят, дальше, должна быть довольно вышедшинной секции экспериментов и какие-то короткие заключения, обсуждения. Значит, это не обязательно, это не единственный канонический способ, например, очень распространена такая организация, то есть, когда related work переносится в конец, интересно послушать самим на Пейтон и Джонс, он горячий приверженец второй схемы. У меня, то есть, в зависимости от статьи, я, например, пришел или так, или так, и это зависит от того, как просто проще ложиться. Иногда, иногда, иногда удобно сразу дать понять, как ваша статья, как она связана с другими предыдущими хорошо известными статьями, как она с ними соотносится, тогда имеет смысл начать этот work помещать в начало. Иногда, наоборот, обсуждая связь с другими статьями, хорошо, чтобы ваш читатель знал, а про что ваш статья, собственно, как ваша идея устроена. Тогда имеет смысл поместить этот work уже в самом конце, после эксперимента, после описания технических деталей. Это ваш выбор. интродакшн – это самая важная часть. Ее прочитает наибольшее количество людей. Если касается рецензентов, то если им не понравилась интродакшн, то дело аж плохо. что он должен быть устроен таким образом, начать надо с того, что описывается, в чем задача, в какой-то задачи вы собираетесь решать. Но тут надо быть как бы еще не слишком занудным, в том смысле, что если вы точно, то есть вы примерно представляете, кто в штате будет читать. Например, это будет человек, который не занимается энтомологией, или просто в мире не просто человек из совершенно другой области решил что-то взять, почитать. Поэтому что-то он уже себе представляет, поэтому говорить всякие труизмы, распознавание образов – это очень важная задача. Наверное, это просто трата времени, трата внимания, и никого смысла в этом нет. Дальше стоит перейти, наверное, сказать, почему текущее решение данной задачи неидеально, в чем вы видите неидеальность, которую стоит преодолеть, и дальше сразу сказать, как вы собираетесь преодолевать эти недостатки, в чем основная идея в вашей статье. То есть основная идея должна появляться довольно рано, до того, как вы в детали будете обсуждать другие работы. И очень хорошо эти два пункта проиллюстрируются какой-то одной картинкой, которая называется английский teaser, в русский дразнил, да. Мы сейчас тоже на это посмотрим. И дальше очень хорошая идея просто перечислить в виде bullet points, то есть прям точечками обозначить, в чем вы видите contributions, вклад вашей статьи, contributions во множественном числе, то есть по пунктам, в чем новизна, на что ревьюер везде должен обратить внимание. Потому что если вы это не сделаете, очень большой риск, что прецедент в спешке ревьюрирует свою киплю из 12 статей что-то пропустит. И вкратце описать, как были устроены эксперименты, в таких базах вы проводили эксперименты, какие результаты были достигнуты, буквально потратив, может быть, три фразы на это. Это как бы, чтобы читателя рецензент как бы вовлечь, анонсировать из вас полученные хорошие результаты, чтобы он уже в этом месте уже про это узнал. Вот. Значит, как я сказал, тизерс это очень важная часть вашей статьи. Это я, значит, привожу примеры двух из, значит, двух статей, которые выиграли в призыве на последний CVPR, скажем. Одна про Kinect, а одна, значит, про... Очень интересная про распознавание визуальных фраз. Как мы видим, в принципе, обе картинки довольно детальные. Обе картинки, точнее, картинка справа это типичный вариант, она как бы содержит сравнение того, что было до, то есть common wisdom, то есть, что обычно делается и что будет сделано в этой статье. Это такой типичный прием. Очень хорошо работает в этом месте. Обратите внимание, значит, сколько работы, например, ушло в тизер, иначе слева. В целом, я хочу... Очень... В целом, картинки играют ключевую. Это самое... В некотором смысле это самая важная часть вашей статьи. Я хотел бы на этом заострить внимание. Очень хорошая картинка, она экономит, а не тратит место. В некотором смысле, то, что вам пришлось бы долго и нудно разъяснять, пересказывать разными словами, одна картинка может, как бы, сказать, там, картинка стоит тысячи слов, а если эта картинка хорошая, она вам место сэкономит. Сэкономит, в некотором смысле, ваше время и особенно время читателя. Потом, картинка – это объект самого многократного использования. если у вас все получится, статья опубликуется, дальше вы будете про эту статью где-то рассказывать, дальше вы поместите свою, значит, диссертацию, которую придется перевести на русский, дальше, может быть, где будет журнальная версия, везде вы эту картинку будете переисправить, поэтому ее стоит делать сразу хорошо. Значит, то, что картинки – это то, что рецензент и читатель видит в первую очередь, просматривая ваши статьи перед тем, как, собственно, начать ее читать. И, я не хочу сказать, что это компьютерное зрение, это, в общем, наука про картинки, многие из нас, наверное, поэтому изначально этим занялись. Поэтому не стоит это недооценивать. Поэтому обязательно, помимо тех картинок, которые вы поместите, скажем, в экспериментальную секцию, которая будет просто показывать результаты вашего алгоритма, одну, две, три картинки, скажем, статья про кинектных, там, штук пять, хорошо прорисованных, детальных, очень хорошо продуманных, должно быть в технической, в обводной части. Ну, и, разумеется, хорошие графики, таблицы, картинки в экспериментальной части. А, значит, название картинки, как бы, это, причем тоже, это ключевая часть картинки. Это, значит, картинка из, значит, моей статьи давней, и название, просто, почему я привел, название здесь ужасное. Такое название, значит, нельзя. Название правильно, и, скажем, статьи, которые мы только что обсудили, выглядит вот так. Мы видим, что она гораздо более длительная, она объясняет все, что происходит на картинке. Вы можете, вы не читали эту статью, но если вы сейчас начнете читать название, вы поймете, что происходит на картинке, и про что вообще на самом деле эта статья. То есть, мораль в том, что название, картинка плюс название, это самодостаточная история. Ее можно читать до статьи. И это, как бы, одно из самых железных правил. А, значит, related work section. Значит, предыдущая решетствующая работа. Как мы обсудили, можно вначале, можно в конце. Вопрос, значит, вашего выбора в каждом конкретном случае. Тут, в некотором смысле, чем больше статей вы упоминете, тем лучше, особенно в свете того, что рецензенты, значит, рецензентам, особенно молодым, нравятся, когда их статьи цитируют. Есть такой момент. Да и старым тоже, если, скажем, какая-то ключевая статья неупомянута, которая не считает ключевой, даже не может быть ни их собственного, а может быть, другого, или просто, к которому они искренне верят, к этому не относятся. И вы ее не упомянули, это, значит, вам минус. Но при этом надо понимать, что место ограничено, конечно. Поэтому, мне кажется, что, учитывая, что вам надо придется выбирать, какие статьи включать, имеет смысл не устраивать обзор разных решений данной задачи, разных методов, решающих данную задачу, а вместо этого лучше сделать как бы обзор задачи со схожими методами, то есть, вкратце, ключевая вещь именно схожесть методов, пусть даже, и может быть, даже хорошо, если они будут относиться к другой задаче, или даже в другой области. Скажем, опять-таки статью, которую мы так что видели, она вообще там, честно, значительная часть стереоиды тверк относится к области статистического перевода. То есть, они как бы принесли методы оттуда, в компьютерное зрение, и поэтому обозревают немножко работу из той, другой области. это всегда очень хорошо. Ну, очевидная вещь, но очень важная, значит, не ругайте предыдущие статьи. Во-первых, ну, вообще, есть некоторая разница культур, скажем, в Европе вообще не принято даже в научных спорах, там, где, значит, люди там в Азии красивые, откровенные, в Европе всегда все очень деликатно и доброжелательно. Поэтому, значит, ну, и потом, в некотором смысле, всегда есть шанс, что того, кого вы ругаете, кажется, вашим рецензентам или вашим читателям, тогда будете позитивны. И говорить, что ваш метод некоторым, в некотором смысле, конечно, не в прямом смысле, достигает лучших результатов, это хорошо, это нормально, но это должно быть стопроцентно подтверждено, значит, дальнейшим вашим текстом и экспериментальными результатами, если вы говорите, что ваш метод в чем-то превосходит, в скорости или в качестве работы. Техническая часть, тут, конечно, советы давать сложно, это как бы самая разнообразная вещь, а главное тут это стараться передать и формальное содержание и интуицию, которая за этим формальным содержанием, потому что, наверное, ваше голову, начало пришла не формула, а идея, собственно, от этой идеи, чтобы она здесь все время сквозила сквозь формулу, которая появляется в технической части. И, в принципе, все должно проговариваться как минимум дважды. Во-первых, формулами, во-вторых, словами. Написав формулу, объясните, что на этой формуле происходит. Ключевый момент стоит проговорить и трижды. Написали формулу, объяснить, что происходит, дальше говорите «in other words», дайте какую-то другую интерпретацию, немножко другими словами. На это стоит тратить место. Очевидно, вечно тоже не всегда выполняется. Расшифровывайте все обозначения, все обозначения, все буквы, там, греческие, латинские, которые вы ввели, должны быть, в крайней мере, вкратце, упомянуты. Не рассчитывайте, что читатель или асентент будет значить, что сейт обязательно некоторые константы не играющие роли. Пишите, что в RC и сам user-defined constant едите. Ну, понятно. он не должен потом искать по тексту, а где в RC раньше ввели, если вы раньше не ввели, а ввели в этом месте. Старайтесь, чтобы обозначение вашей статьи были согласованы с обозначениями в предыдущей статье, и это помогает пониманию. И итерации, итерации, итерации технической части всегда переписывается много раз. Иногда с нуля. Экспериментальная часть тоже может быть вторая по важности после введения. Желательно, ну, конечно, опять-таки, есть бывают исключения, но желательно не менее двух разных наборов данных в зависимости от области желательно и больше. Ваш метод не обязан блестяще работать на всех наборах данных. Ну, возможно, там разных рецензентов разной точки зрения, но вполне нормально, на мой взгляд, например, когда я сидела работа, что здесь нет, работает хорошо на одних наборах и работает на других. Хуже. Обсудите тогда в экспериментальной части, почему ваш метод лучше работает приспособлен к одним данным и хуже приспособлен к другим данным. Это как бы объяснит что-то про ваш метод. на мой взгляд, не стоит тратить место, если только совсем, если только есть выбор использовать натуральные данные, не тратьте время на синтетические данные фототехи по компьютерному зрению. Если это по машинному обучению, тогда это может быть что-то другое, но компьютерного зрения не стоит. Сравнение состоит в данных. Это то, первое, что должно быть в вашей статье, то есть вы должны сравнить, как ваш метод работает соответственно с предшествующими, если они есть. Делайте это честно. К сожалению, в последнее время очень часто в статьях попадается, что люди используют следующий алгоритм. Найти, запустить алгоритм какой-то на стандартном наборе, дальше посмотреть литературу, выбрать все те статьи, которые работают хуже, и включить их в таблицу. После этого новый метод оказывается наверху. Меня, как рецензента, это жутко бесит. И других некоторых инститентах тоже. Все, скорее, они будут знать, какой метод, они могут знать, какой метод работает хорошо. Если на это попадетесь, то это нечестно, это плохо для кармы, и это плохо для наших шансов. Также обычно для уже существующих наборов данных существуют какие-то стандартные метрики, старайтесь использовать именно их. Если запускаете чужой метод, скажем, ввели свою новую набор данных и запускайте на нем предшествующий метод, старайтесь по возможности достать авторский код. Обычно авторы, скажем, часто к опросу код, скажем, работаешь в микрософте, там не имеешь права формально код присылать, но тогда очень часто автор предлагает пришлите мне картинки, а я на них запущу ваш метод, вышел вам результат. Это тоже хорошо. Даже собственно вам работы меньше. Еще, значит, в комьюнити сейчас люди любят terror bars, то есть какие-то значит статистические, то есть, скажем, запустить ваш метод трижды, скажем, с разным процессом валидации и указать вариацию результатов. На самом деле, мое личное мнение, что очень часто террор барс значит очень мало, потому что плохо определено по каким значит параметрам проводить вариацию, какие параметры оставлять фиксированными. Но факт тот, что прецензентам это нравится. Понятно использовать таблицы и графики и учить как можно детали и в каждом случае это ваш выбор, что использовать для данного эксперимента или графика, или таблицу, когда как на ваш вкус. Что касается сравнения со state of the art, но гораздо важнее, гораздо важнее для читателя, может быть, не для рецензента, но для последующего читателя это сравнение разных вариаций вашего метода. Потому что именно эти сравнения говорят больше всего о вашем методе. Что такое вариация? Вариация – это система, которая отличается в минимальном количестве компонентов, желательно в одной компоненте, стремится к этому. Очень часто, скажем, это будет, вы скажем, это ввели, как Роман предлагает, новый метод поиска, новый метод поиска интересных точек. И, скажем, построили систему, которая включает этот новый метод и на основании него, скажем, мейчинг картинок и значит считает аккуратность, скажем, гомографии двух картинок посчитанных. Там берем конкурирующую систему, с которой мы сравним. Это значит тоже та же самая система, где все то же самое, кроме того, что мы используем старый метод поиска интересных точек. То есть старайтесь варьировать, понятно, одну деталь и сравнивать, как меняется, скажем, аккуратность и скорость работы в зависимости от этого. Это самое информативное, что может быть в вашей экстрементальной секции и поэтому для этого надо отвести много времени, много внимания, много усилий. Самые красноречивые примеры и именно из таких сравнений стоит, значит, вынести в картинку. При этом очень часто, это очень хорошо. Люди привозят и позитивные результаты, скажем, три четверти картинки уходят на позитивные результаты, где ваш метод работает лучше, чем бейслайн. И, скажем, последний ряд на четверти, это на негативные результаты, которые показывают, где ваш метод, почему, и где он, где он работает плохо, и дальше мы можем обсудить, что вот это значит слабость нашего метода. И это хорошо, когда вы говорите о слабостях, это признак хорошего исследования. Но, соответственно, в данном эксперименте вы можете выбрать ту метрику на ваше усмотрение, та метрика, которая с вашей точки зрения будет самой информативной. Эбстракт, эбстракт-аннотация, в принципе, она, разумеется, идет в начале статьи, но писать ее хорошо в конце, когда вы уже точно до конца представляете, о чем статья, когда вы уже много раз ее через себя прокрутили, когда у вас уже появились какие-то точные хорошие формулировки, и их стоит в абстракте еще раз использовать. И здесь надо стремиться использовать максимально простой язык, максимально короткие фразы, значит, не напугать читателей и рецензентом. Помните, что он думает, когда только берет вашу статью. Ну, если я такой условный пример соорудил, не знаю, то есть буквально 4-5 предложений, из которых видно, что предлагается, для какой задачи, как вкратце, значит, не обязательно формально указывать, чем отличается от предшествующих заданий, от предшествующих работ. И в конце стоит описать какой в одной фразе, какой результат был укромерен, как метод был испытан, иначе, если результаты были хорошие, результаты были хорошие, то есть, чтобы заинтриговать, читателю или рецензиентом. По прочим частям, заключение должно быть кратким, но скорее, кого заключить, до заключения доберетесь, у вас уже будет швах с местом, поэтому, значит, длинное вы все равно сами не напишите. Здесь должно быть что-то нетривиальное, не просто перечисление всего, что было сделано, а что-то, что теперь читатель, прочитав вашу статью, может осознать, здесь можно даже включить что-то спорное, какой-то спорный момент, скажем, ну, с настоящими оговорками, там, используя, там, интуитивли или вы спекилает, о вашем методе, с чем, значит, рецензент или читатель может не соглашаться, но все начало повторяться как можно более кратко. И, значит, насчет планов на будущее это часто помещает, то есть, перефразируя известную фразу, хотите насмешить рецензента, расскажите ему о своих будущих планах. Значит, лучше всего не надо, если очень хочется, какие-то конкретные, вот прямо уже сейчас, вы точно знаете, абсолютно уверены, что это будет хорошо работать, вы можете упомянуть, но лучше просто написать следующую статью. Сноскими пользоваться не надо и для сугубо технических деталей, скажем, там, ссылка на набор данных, которые вы скачали. Значит, порядок написания это вещь, какая сумбурная, нелинейная, то есть, к чему длежит душа, с тобой надо начинать, потому что понятно, что все пишется во много итераций. Ну, не то, что типичный, скажем, один из вариантов, там, может о тебе описаться, начинайте с технической части, чтобы начать все это облечь в формулы, чтобы было понятно вам самому, значит, как это все работает, дальше, скажем, нарисуйте картинки к технической части, дальше пишите вводную часть, черновик, грубо, разметка фразы, там, по-русски даже, может, какие-то куски фразы, но, лучше, конечно, сразу такому, грубо, ну, то есть, непонятно, что все это будет еще переписано. После того, как вы сделали такую наметку, вы делаете несколько итераций по вводной технической части. Чем больше итераций, тем лучше. в это время параллельно у вас, значит, запущены эксперименты, что-то все время считается, и вот, значит, пока вы сделали техническую часть и вводную часть, они вас, что-то посчиталось, вы приступаете к описанию экспериментов и в конце вы пишете заключение и аннотацию. Ну, и потом ни разу, ну, почти что ни разу, как я писал статью, никогда не вписываешься в отведенный, значит, левит страниц, потом идет утрамбовка, вот русска и так далее. И потом итерации, итерации, итерации. Чем больше, тем лучше. То есть, как правило, из того, что ты пишешь в начале, в начале, к концу не остается, знаете, как говорят, что когда два человек встречаются через полгода, с прежутка полгода, встречаются два новых человека, потому что все клетки сменились. Ну, не все, конечно, большинство. Так и значит здесь, когда вы начинаете писать, к концу написания обычных тех фраз, что вы использовали в начале, может не остаться ни одной. По крайней мере, в некоторых частях. Что касается языка, английский, это, конечно, это важная, важная штука. английский должен быть хорошей, особенно потому, что, опять-таки, бедняка-рецензент должен рецензировать 10 статей и придираться через плохой английский. Ему очень грустно, и эта грусть передастся в рецензии. Надо быть аккуратным с качественными прилагательными, скажем, слово нью-нейтральное, слово неправильное, не нейтральное, но вы можете доказать, что здесь доказательство, вот ваш метод работает лучше на каких-то данных. Скажем, слово нового, для native speaker звучит что-то очень претенциозно. very accurate, чем отличается от accurate. Extreme или simple, ну, кому simple, а кому не очень. старайтесь придерживаться коротких фраз, у меня такая тенденция, все время как бы сложно сочиненное, сложно подчиненное, кто-ка заметил, разбивайте на две фразы, на три фразы, синтексис, чем проще, тем лучше. Значит, и вообще такой закон Мерфи, что если ваша фраза может быть понята неправильно, она будет рецензентом понята неправильно. Поэтому каждый раз, как вы написали фразу, прочтите и подумайте, а можно ее, в принципе, понять неправильно? Возможно, у вас такой ответ будет. Но, в принципе, конечно, можно, но понятно же по контексту, что я здесь имею в виду это. Только как вы заметили у себя такую мысль, это значит, что фразу надо переписать, чтобы такой мысли не возникало. То есть не рассчитывайте на контекст. Рецензенты, многие читатели будут читать в спешке, и все должно быть максимально понятно. Ну, для русского человека, значит, всегда сложно, всегда будет сложно, это никогда не ведет, значит, артикли, и особенно самое последнее, что никогда не выучите это английские предлоги. Вот, постоянная ошибка, это значит, что у нас на картинке, а у англичаных в картинке, в таблице. То есть, инфига, не онфига. Ну, с языком нужно итераться, итераться, итераться. Выбор названия, вещь совершенно, вопрос вкуса, у всех разная теория, кому что нравится, но, мой взгляд, что постарайтесь покороче, постарайтесь вести каченнэм, который потом вашу статью при обсуждении ваш метод можно будет этим каченнэм обозвать. Если ваша статья на три названия, то на три строчки названия, то понятно, что будет сложно другим людям, обсуждая вашу статью, как сослаться на ваш метод. Возможно, это может быть украним, но некоторые люди говорят, что их бесит. Не бесит, но как. В названии, на мой взгляд, стоит избегать слов new, нового, потому что это сейчас new, нового, а через 10 лет она не будет нового. Например, не знаю, книжка, книжка по нему форсайта, там компьютерное зрение, современный подход, сейчас это звучит, как такая плохая шутка. Вот. Simple, рабас, так или, опять-таки, это все очень относительно и условно, не стоит этого выносить названием. А насчет инструментов, как писать, в чем писать? Значит, только в латихе. Никакого ворда, в микрософте я работал, но одного человека, вокруг меня писавшего статью ворда, не было, и ворда для написания статьи не предназначен. Если у вас есть пишущая статья ворде, обязательно попробуйте в латихе, поскольку вы все программируете, то для вас в латихе это будет совершенно естественно, вы его освоите за несколько часов, после этого не знаю, есть люди, которые сначала писали в ворде, а потом писали в латихе, поднимите руки. Потом ворде, потом в латихе. Ну, я, кстати. А есть люди, которые писали сначала в латихе, а потом перешли на ворде. не знаю, но это что в России, но в местах как раз говорится, что это было страшно. Не, ну, хорошо, но это невинная жертва. Статья написана в ворде, всегда видно, всегда видно, что она сверстана хуже, чем в латихе, и хороший пакет для Windows пользователей, эта смесь Миктех, ну, я пользуюсь WinShell, другие люди пользуются другим. Существует много удобных open source бесплатных инструментов. Защиту Microsoft, хочу сказать, что PowerPoint это очень хороший инструмент для создания картинок. Я им все время пользуюсь. На самом деле есть там маленькие рюшечки, там, например, скажем, добавление теней сразу делают картинку, почему-то выглядящие гораздо лучше. Я сам не понимаю, почему, но вот тени всегда стоит добавлять. Старайтесь при этом экспортировать из PowerPoint, из MATLAB, старайтесь экспортировать векторный формат в PDF и включать картинки в PDF. Потому что в PDF-моте это позволяет, это выглядит лучше, можно всегда зазумиться, занимать меньше места. Для вибографии, разумеется, используйте биптех. очень удобно брать списки из сайтов названием DBLP, скажем, вывешите статью, не знаю, Смита, ну, Смита плохой пример, будем редко фамилию, там, не знаю, Голд Смита. Пишите Голд Смит DBLP в гугле, сразу выскакивает страничка со списком всех публикаций Голд Смита, и возле каждой из них стоит линк, вы на нее нажимаете, у вас биптех, вы его перетаскиваете в свой биптех, все, цитата добавлено, все это занимает 10 секунд при должной сноровке. Значит, это некоторый такой читерский слайд, просто как, я хочу просто сказать, как осуществляется подбор инцидентов, и как можно на это повлиять, исходя из чего, значит, какие факторы. Первое, значит, когда вы попадаете на конференцию, вы всегда указываете ключевые слова, они никогда, насколько я понимание, не появляются, финальные публикации, даже вы можете их потом изменить, то есть все эти ключевые слова указываются, чтобы сметчить вас с каким-то рецензентом, соответственно, когда у вас есть некоторая статья, и вы думаете, что в одном подкомьюнити ее примет лучше, чем в другом, надо иметь это в виду, когда вы указываете ключевые слова для вашей публикации. Потом, значит, важно, что написано в Абстрах, потому что это, Эрри Арчер, который будет назначать рецензентом в нашей статье, он посмотрит на Абстрах, хотя сейчас чаще это делается автоматически, и кто процитировал, то есть чем больше цитат, тем больше вряд ли что это учеба попадет, но не факт, потому что, может быть, до этого дела не дойдет, в самых сложных случаях, Эрри Арчер часто смотрит на цитаты, соответственно, этим можно как-то манипулировать, но не увлекайтесь, потому что все равно все ненадежно. Ваша статья будет пролицензирована, и вы получите ревью, вам надо будет в течение недели написать ответ на ваше ревью, на полученное ревью. Тут, понятное дело, опять-таки, это сложно бывает, но надо быть максимально вежливым и в сухом стиле. То есть, обычно, вы ревьюируете на тресной и дальше у вас будет такой довольно жесткий лимит по количеству слов, значит, обычно оформляется так, скажем, рецензия номер 3, и, скажем, дальше вы, значит, цитируете то, что написал рецензент, и дальше отвечаете, как бы, то есть, спорить с прилагательными, использовать прилагательные бесполезно, но можно ссылаться и лучше всего ссылаться на какие-то части вашей статьи, которые опровергают то, что написал рецензент или доказывают, что он что-то не понял. Вот. Я думаю, пример, то есть, например, в этом случае, если вы прочитаете, то есть, на самом деле, понятно, что рецензент 3 уже ваша статья не взлюбила, и с этим уже ничего невидимо не поделаешь, но при этом он еще будет обсуждать с другими двумя рецензентами, которым, возможно, что тебе нравится больше, потом все это будет просматривать речи, и ваша задача в данном случае в некотором смысле показать, что, значит, им, а не с тому третьим рецензенту, что ваша статья бывает не на несправедлива. Значит, под конец мы уже переходим к последним слайдам, я хочу просто привести, значит, ну, не рейтинг, а такой список лучших способов угробить статью, если вам, скажем, не хочется получать визу, ехать в какую-то Америку, лететь, значит, мне кажется, значит, можно сделать следующие вещи. Каждый из них уже, как правило, одного из, одного пункта достаточно. Не производите поиск предшествующей литературы, не тратьте на это несколько часов, используйте Word написание статьи, это самый железный способ. Представьте ваши результаты в виде картинок, вот же, вот картинки, наверное, это работает хорошо, видите, оно все нашего, может быть, даже великолепно работает, но не приводить никаких чисел. Это другой стопроцентный способ в наше время убедиться, что статья принята не будет. Процитируйте вашу статью, значит, Смит пять раз и, значит, обругайте его. В итоге наверняка Смит будет одним из ревьюеров, а лучший друг Смита будет горячее. Вот, статья будет зарублена. Вот, работа с авторами, это на самом деле такой тонкий момент, бывают конфликты, то есть лучше с самого начала договориться, кто главный, кто первым автором, и кто значит принимать финальное решение, но вообще в целом такая рекомендация, то есть как можно больше компромиссов, всего скорее то, о чем вы горячо спорите, как у меня было там с автором в течение недели, там многочасовые разговоры, в итоге сейчас через несколько лет мы спорили там, видишь, что мы видели, спорим какой-то абзац, значит, в середине технической части, который можно с той поры прочитать не так много народу, и, наверное, это был не так принципиально, то есть, если вам очень хочется спорить, то спорьте только по самым принципиальным моментом, иначе имеет смысл выступать. И как это все организовывается, удобно, разбейте текст по секциям, используйте команды под платихи, так что вы можете работать параллельно с максимальным удобством, и используйте там и свены, или джид, то есть систему контроля версий, она для таких задач идеально подходит. Ну и заключительные советы, читайте больше статей, конференции, куда вы хотите попасть, но это очевидно, чем больше, тем лучше. Попросите прочитать коллег, если только есть возможность, если только они не заняты тем, что подавить статьи на эту же конференцию, чем больше, тем лучше, но при этом, значит, помните, что ваши коллеги всегда будут гораздо более доброжелательны, чем рецидент. То есть, если что-то не понравилось вашему коллеге, значит, это точно надо исправить, не спорить с этим, то что рецидент, он вас не знает, как вас зовут, вы его не знаете, то есть он нечет кунек в ответственности, и, значит, он наверняка тоже к этому прицепится. Если есть возможность, очень хорошо бы, чтобы это было прочитано native speaker, говорящим человеком, он вам исправит кучу артиклей, кучу предлогов, еще кучу всего, но если, скажем, человек занятой и неудобно просить его прочитать все, попросить его прочитать самую важную часть. Ну и последнее, что хочу сказать, такой позитивной ноты, не унывайте, если статья не будет принята, потому что шум в отборе очень большой. Например, я знаю, по крайней мере, три статьи, которые получили на топовых конференциях Best Paper Award, на самом деле, которые были отклонены с предыдущей конференции, то есть не попали даже в качестве постера. То есть, вы оказываетесь в хорошей компании, то есть не надо унывать, надо подавать на следующую конференцию, учитывая по максимуму все советы рецензентов. Все. Спасибо. Некоторые люди пользуются, но если есть, я никогда не пользовался, поэтому, могу сказать, не могу, но если есть возможность потом это руками подредактировать, то, наверное, это хорошая идея. Скажите, а вы знаете, в последнее время все меньше и меньше в чистом виде обзорных статей? То есть, если кто-то делает создание, это скорее всего значит, что он может всем доказать, что у меня тут лучше. Да, это как-то, что получается, и не имеется в смысле, что так-то, 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 или нет, или нет, или нет, я не думаю, что просто хороший сервей, это очень много работы. Я думаю, крайний репостерам. Мне так кажется. Просто все меньше и меньше добровольцев. Я думаю, что в этом проблема. Возможно, но это просто потому, что это много работы. Это проблема, на самом деле, конечно. Конечно, в России еще принять сайт безличный в доме, а результаты были получены, было давно, когда а назад я на руках не понимаю, что просто обычно считают. А вот если какую-то самодельщину, что-то он писать ай, но он может писать ай, и он может как-то вообще изменить. Наверное, по крайней мере, кого подаете, стоит писать вы, чтобы как бы, ну, не знаю, я всегда пишу вы, но есть люди, которые считают, что это шизофрения, и надо писать ай. Ну, на ваше усмотрение. Вот, мне вот хотел задать вопрос, что есть книга внута, она называется так и написанием математических тех, что это статей, она это на ворота и там реально идут советник писать статью для того, чтобы приняло камин. То есть, какие обороты, когда лучше пассивную речь не используют. То есть, если кому-то это интересно, то можно ее скачать, но на сайте там бесплатно. На самом деле, если пойдете по ссылке к Саймону Пейтона Джонсу, у него там есть эта лекция, опять-таки там. Я не больше не знаю, я даже слушаю. Ага, но ее очень хорошо стоит посмотреть, и там у нее тоже есть как бы список, большой список ссылок, по которым стоит сходить. Он, кстати, говорит и про личный и безличный обороты. Давайте тогда уже в частном порядке, потому что температура достигла максимума.